Здравствуйте! На канале ВКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. У поликлиники на Макаренко появится бесплатная парковка. Для этого мэр распорядился снести придорожные гаражи. Айфон за уборку. Такой приз достанется самому активному любителю порядка. В Адлере организовали интернет-конкурс. Во время майских праздников на сочинских улицах должно быть чисто и безопасно. Детали обсудили на заседании Оргкомитета. Хрюша и Степашка пришли в гости к пациентам детской больницы с подарком – оборудованием на миллион рублей. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Раджеп Таип Эрдоган встретятся в Сочи 3 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, Песков сообщил, что в ходе встречи лидеры акцентируют внимание на вопросе сирийского урегулирования. К другим новостям. Кубань и Крым создадут единую стратегию развития. Сблизить два региона в социально-экономических сферах предложил губернатор Краснодарского края. Об этом он заявил на Ялтинском международном экономическом форуме. По словам Вениамина Кондратьева, это позволит выходить с общими вопросами по развитию туристического кластера и сельского хозяйства на федеральный уровень. Сотрудничество соседних регионов также должно способствовать улучшению авиационного сообщения и созданию единого туристического маршрута. Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов подписали соответствующий протокол мероприятий по реализации соглашения. Там же в Ялте губернатор Краснодарского края пригласил своего коллегу на этап гонок Формулы-1 в Сочи, который пройдет с 28 по 30 апреля. Кубань и Крым будут продолжать совместно решать проблемы в сфере охраны окружающей среды. А делать это два субъекта страны будут в том числе путем урегулирования законодательства на федеральном уровне. Об этом сегодня шла речь на совместном заседании комитетов ЗАГС Собрания края по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности, а также Госсовета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам. Совещание прошло в Сочи. Расскажет Ольга Десятого. Краснодарский край и Республика Крым еще в 2015 году договорились о сотрудничестве. И сегодняшнее заседание в Сочи – это очередная встреча в рамках подписанного соглашения. На заседании комитетов по охране природы и экологии обсуждали контроль в области особо охраняемых природных территорий. Для курортных Крыма и Кубани этот вопрос особо важный. Таким же он является и для Сочи. Кстати, депутаты из Госсовета Крыма уже успели оценить главный курорт страны. Первое впечатление, которое здесь в течение вчерашнего дня у нас у всех сложилось, очень далеко продвинулся в плане экологии. То есть современно обустроенные территории, парки, все прилегающие территории. Крым сегодня для нас является более историческим, исторически созданным. И парковая архитектура, которая сегодня есть, она имеет больше исторический наклон. А у вас все-таки более он современный. Поэтому мы тоже хотим сегодня учиться тому, что вы делаете и внедрять у себя на территории. Обмен опытом законотворческой деятельности – одна из задач сотрудничества. Депутаты ЗСК рассказали, что в 2013 году в крае был принят закон, который теперь охраняет зеленые зоны, в том числе от застройки. За каждое вырубленное дерево положено высадить взамен сразу несколько. А количество парков и скверов увеличивается. Только в этом году в разных районах Кубани должно появиться 39 охраняемых природных территорий. Кстати, три новых сквера будет и в Сочи. Во-первых, мы соседи и два субъекта, которые очень схожи. Второй момент – это, конечно, есть необходимость федеральных изменений законов, федеральных инициатив. И, конечно, любой субъект, мы в том числе, мы их направляем, не всегда они понятны для депутатов Госдумы, не всегда они понимают специфику региона. Но когда два субъекта, голос их, в общем-то, слышен больше. Сегодня конкретно подняли вопросы по лесному фонду, то есть валюшник, который находится в лесу, по законодательству нельзя пользоваться, его нельзя брать. А он наносит только вред на сегодняшний день тем, что его не убирают с леса. Такие же вопросы обсуждали сегодня по морям. То есть это гидротехнические сооружения, берегозащитные сооружения, полномочия, которые не предоставлены муниципалитетам и в регионы, это федеральные полномочия. Я думаю, надо эти вопросы поднимать. По итогам совещания депутаты ЗАГС Собрания Кубани и Госсовета Крыма договорились укреплять сотрудничество в сфере сохранения особо охраняемых природных территорий. Также в ходе визита депутатов в Сочи запланированы экскурсии в нацпарк, горный кластер курорта и на знаменитые сочинские чайные плантации. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Туапсинском районе построят четыре надземных пешеходных перехода. Они должны помочь разгрузить от пробок трассу Джубга-Сочи. О необходимости такой инфраструктуры ранее заявлял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Дорожники пообещали приступить к строительству в этом году. Надземные переходы появятся в Джубге, за поселком Лермонтово в районе оздоровительного центра, перед поселком Новомихайловский около Мотогородка и в поселке Огой. В Сочи в ближайшие сутки ожидаются дождь, сильный ветер, в предгорьях даже мокрый снег. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы. И спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами, а в случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010. А в микрорайоне Макаренко дан старт строительству нового парка. Накануне там в торжественной обстановке был заложен памятный камень, а затем глава города Анатолий Пахомов встретился с жителями. Ландшафтный парк в микрорайоне Макаренко по инициативе главы курорта заложен в честь 80-летия Краснодарского края. Это площадь в 15 гектарах, где накануне установили памятный камень. И жители микрорайона вместе с главой города Анатолием Пахомовым посадили первые деревья. В зеленой зоне будет проложено 9 теренхоров, обустроят детские спортивные площадки. Средства на эти цели выделили из бюджета города. Капитальных строений на этой территории не будет. Об этом Анатолий Пахомов заявил уже на встрече с местными жителями. Мы его обязательно вычистим. Основные работы все сделаем. В течение года, я думаю, что здесь появятся и лавочки, и освещение этих троп, которые сейчас, по большому счету, отсыпаются. Глава города также добавил, что у парка будут обустроены парковки для машин. То есть, по большому счету, здесь могут отдыхать все жители города. Вопрос парковок актуален еще и потому, что поликлиника на Макаренко обслуживает и жителей Пластунска, и Донскую, и села Барановка. Пациентам, особенно с детьми, нужно место, где можно было бы оставить машину. Но в микрорайоне много земли занято под частные гаражи, которые в свое время были установлены без разрешительных документов. Теперь пришло время навести порядок с муниципальными участками. В зал кто-то на нашей муниципальной земле набросал гаражи. Естественно, надо их убрать, и там будет парковка. И она обязана. Просто бесплатные парковки должны быть перед каждым муниципальным лечебным учреждением. Люди должны приехать, но и иметь возможность свой транспорт оставить там. В беседе с жителями глава города еще раз напомнила о соблюдении безопасности, о том, что сами люди могут подсказывать полицейским о появившихся в их доме неблагонадежных людях. От службы участковых Анатолий Пахомов потребовал, чтобы на двери каждого дома в Сочи появились фото и телефон участкового уполномоченного. Елена Овсецовна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Подготовка ко всероссийскому субботнику на курорте идет полным ходом. Накануне основной фронт работ был обозначен на специальном сходе общественников сел Верхний Юрт, Барановка, Пластунка и Русская Мамайка. Основная задача – оповестить население о грядущем субботнике и распланировать фронт работ. Планы масштабные – очистка территорий, покраска заборов, тротуаров, а также уборка всех памятников воинам Великой Отечественной войны. Обратились ко всем с такими добрыми словами, чтобы мы вспомнили, как у нас это проходило всегда дружно на территории сел. И просто повторить это, сделать еще более масштабным, чтобы это затронуло каждый дом и каждого жителя. С большим энтузиазмом откликается не только старшее поколение, но и молодежь. Свой вклад в чистоту внесут и игроки сочинской дворовой футбольной лиги. В эту субботу к 9 утра приезжают три футбольных клуба, где-то от 15 до 20 человек в каждом, которые с удовольствием примут участие в субботнике, в наведении порядка на прилегающей территории, на территории самого стадиона и дороги к нему от остановки от улицы Обовяна до самого стадиона. Кстати, работы в сельском округе начались до масштабной уборки. Оповещение о наведении порядка вручили всем селянам. Напомню, Всероссийский субботник пройдет 22 апреля с 9 утра. Айфон за уборку. Такой приз достанется самому активному любителю порядка. Напомню, 22 апреля состоится Всероссийский субботник. Он пройдет в каждом районе курорта в Адлере. Хорошей мотивацией для школьников станут подарки. Сегодня в Адлере у школьников прошла необычная линейка. В 26-й школе объявили о старте экологической акции. Участником может стать любой желающий, вне зависимости от возраста. К наведению порядка в районе призывают не только школьников, но и их родителей. Лидеры старших классов решили создать для участников субботника команды. Причем, чем больше там будет взрослых, тем вероятнее получить приз. Есть семейная команда, есть спортивная команда и есть интернациональная команда. У каждой команды свой лидер. Набираем как можно больше участников, записываем их возраст, а потом суммируем вообще. То есть может тысяча лет получиться. Так команда выиграет. Где больше возраст какой? Тысяча лет, там, пятьсот лет. Вот так. Главный приз акции – айфон 7. Во время субботника нужно сделать креативное селфи или фото, отражающее семейное участие в наведении порядка, и выложить снимок в инстаграм с хэштегом «Чистый Адлер». Победители определят из 20 участников, набравших наибольшее количество лайков. Предусмотрены и другие подарки для тех, кто проявит заботу о своем родном районе. У нас достаточно много социальных партнеров. Это и упаковки конфет, это спортивная форма, родительские комитеты откликнулись с тем, чтобы поощрить. Но, на мой взгляд, это вообще совершенно не важно. Вот важно разбудить в ребенке ответственность, что я живу на этой земле. Подарок – хорошо, но не главное. Конкурс пройдет в два этапа через соцсети, инстаграм и вконтакте в группе «Зеленая весна 2017» в Адлере. Участники, занявшие второе и третье места, получат цифровой фотоаппарат и электронную книгу. Итоги подведут через неделю после субботника. Кстати, в связи с погодными условиями в школах уборку перенесли на следующие выходные. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Еще одной волонтерской организации в Сочи стало больше. На этот раз с «Экологической». Сегодня на курорте торжественно открыли детскую экологическую волонтерскую организацию «Эко-Сочи». «Экология на курорте» нуждается в нашем бережном отношении. Нам хочется, чтобы они сами действительно стали идеологами и пропагандистами. Только тогда они смогут изнутри понять, что такое, для чего они это делают. Что как трудно это объяснить людям, что мы должны, чтобы для того, чтобы мы жили в чистоте, для того, чтобы мы пили чистую воду, дышали свежим воздухом, что это на 80% зависит от нас самих. А эти юные экологи уже являются активными помощниками. Они участвуют в городских экологических проектах, слетах и акциях. Делаем первые шаги, то вообще участвуем в акциях, приобщаем других. Вот недавно участвовали в акции «Чистые берега». Мы, наш волонтерский отряд, ходит убирать берега реки Псу-Зоопсе. И мы всех призываем сохранять природу нашего города Сочи. Ребятам напомнили, что этот год является годом экологии. Лидеры отрядов получили наборы семян различных цветов и книгу-инструкцию для благоустройства своих территорий. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. На время проведения королевских гонок изменится график движения пригородных поездов. А еще с 27 по 30 апреля проезд в «Ласточке» будет бесплатным. В открытом режиме будут работать турникеты на следующих участках. Сочи-Эмеретинский курорт, Эмеретинский курорт-аэропорт и Сочи-аэропорт. На время проведения «Формулы-1» по основному маршруту, связывающему Сочи и Эмеретинский курорт, 27 и 28 апреля запустят 25 пар поездов. 29 и 30 апреля их количество составит 49 пар. Пассажиров просят обратить внимание на сокращение маршрутов из Лазаревского и Туапсе. Конечной станцией в этих направлениях будет Сочи. Оплата будет осуществляться по установленным тарифам. В ходе всероссийских учений спасатели Южного спасотряда отработали спуски с вертолета. По легенде второго этапа всероссийских командно-штабных учений произошло подтопление нескольких районов. Задача спасателя – эвакуация населения и оказание первой помощи. Спасатели провели вертолетные спуски с 20 метров и подъем условно пострадавшего в носилках на борт. В качестве площадки для учений было выбрано русло реки Сочи. Одним из примеров эвакуации людей из подтопленных районов при помощи авиации – это поисково-спасательные работы в Крымске в 2012 году. Тогда спасатели при помощи лебедки подняли на борт и эвакуировали в безопасное место 40 человек. Сочи вступил в активную фазу подготовки к майским праздникам. Программа мероприятий уже утверждена. Осталось проработать организационные вопросы. План действий накануне обсудили на совещании в городской администрации. Все подробности в нашем следующем сюжете. Обсуждение плана действий на предстоящих праздниках в городской администрации проходит уже во второй раз. Ко дню труда и 72-й годовщине победы Великой Отечественной войне Сочи начал готовиться заблаговременно. Но еще остались организационные вопросы, которые только предстоит решить. В частности, провести на курорте генеральную уборку. И речь здесь не только о центральных улицах, но и о дворовых территориях. Мы надеемся, что все-таки эту работу мы доведем до логического завершения. Отмоем фасады, покрасим двери, приведем порядок водосточные трубы. Надеюсь, что жители дворов приведут порядок к те же детские площадки. Второй вопрос, который обсудили на совещании – организация безопасности во время проведения массовых мероприятий. И первое пройдет в День труда. Он ознаменуется традиционным шествием по центральным улицам. Старт будет дан в 10 часов после Зимнего театра. А накануне парада участникам и зрителям будет предложена развлекательная программа. Мы попытаемся провести вот такую небольшую акцию – песенный марафон. То есть, будем предлагать площади попеть наши русские песни, но немножко артилизировать наш деятельность участников колонн. В 10 – выход главы города и почетных гостей. В 10.15 колонны двинутся по уже привычному маршруту – Зимний театр, курортный проспект, Пояркань, Себрская, Южный мол морского порта. На это время движение по маршруту шествия перекроют. Обеспечивать безопасность будут сотрудники правоохранительных органов. Им на подмогу выйдут казаки и добровольцы. Также организуют мобильные группы, которые будут сопровождать колонны в течение всего пути. Неделя срока будет, чтобы действительно с теми коллективами, которые будут принимать участие, четко и ясно обо всем договориться, чтобы они знали, как отче нас, как себя вести. Шествием 1 мая не ограничится. Также будут работать всевозможные площадки активности, собственно, как и на 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В рамках последнего праздника запланировано провести в общей сложности 54 мероприятия. Старт им будет дан накануне. Так, 25 апреля начнется акция «Георгиевская лента». Но основные события все же пройдут 8 и 9 мая. Митинги памяти, акции, в том числе «Бессмертный полк», концерты, показ фильмов о войне, салюты и открытие памятника. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Но главное, чтобы ни один ветеран не был забыт. На этом акцентировал внимание глава Сочи Анатолий Пахомов накануне Дня Победы. Для них власти курорта организовали сразу несколько акций. Ветеранам предоставили возможность отдохнуть в санаториях и отелях. Также они смогли подать заявку на ремонт в своих квартирах. Остались ли довольны герои таким вниманием со стороны родного города, мэр проверит лично. И продолжаем. Если бы можно было оставить всего только один праздник, то это, несомненно, был бы День Победы. Так посчитали в кинокомплексе «Люксор Аймакс» и решили присоединиться к акции «Бессмертный полк». В преддверии 9 мая «Люксор Аймакс» несколько дней будет транслировать на своих плазменных панелях в кинотеатре видео, созданное на основе фотографий ветеранов. Всех, кому дорога память о своем фронтовике, приглашают сформировать «Бессмертный полк» нашего города. По 2 мая включительно. Пришлите фотографию своего ветерана на почту победа-собака-люксор-синема.ру или принесите фотографию администратору кинотеатра «Люксор Аймакс». Укажите имя, звание и годы жизни ветерана, а также город. Все принесенные фотографии будут отсканированы и сразу возвращены владельцу. Сегодня пациентов Сочинской детской больницы пришли проведать Хрюша, Степашка и Каркуша. Герои телепередачи «Спокойной ночи, малыши» приезжают в Сочи уже второй год подряд. В рамках благотворительной программы «Мир без слез». Здравствуйте, мои дорогие! Сочинцы! «Спокойной ночи, малыши» смотрит уже третье поколение зрителей. Несмотря на массу новых телегероев, взбаломошный поросенок Хрюша, ласковый зайчик Степашка и любопытная сорока Каркуша по-прежнему узнаваемы и любимы детьми всей страны. Сочинские ребята тоже не ложатся спать, пока не услышат от этой троицы очередную поучительную историю. Правда, сегодня встреча состоялась не на ночь глядя и не через экраны телевизоров. Голоса персонажей детской телепередачи пациенты детской больницы услышали вживую, ведь приехали телегерои со своими мамами – актрисами Натальей Голубенцевой и Галиной Марченко. С подобными благотворительными концертами они путешествуют по всей России. Я благодарю Бога, как и судьбу, и все на свете, что есть вот такое вот у меня под старость дела, когда можно отдать часть души. Если любишь, если вот хочешь сделать добро, так это же и обратно бумерангом тут же возвращается. И они благодарны, и они получают это зерно доброты, и может быть даже и помогают им в излечении. Кар-кар-кар, очень хочется поздравить вас всех с замечательными весенними праздниками. Хорошего настроения вам всем. Стоит сказать, что подобные концерты проходят в рамках благотворительной акции «Мир без слез», организаторы которой приобретают для детских медучреждений необходимые лекарства и расходные материалы. В прошлом году в Даргородской больнице номер 9 было передано медицинское оборудование для проведения эндоскопических исследований. На этот раз это многофункциональные кровати для отделений анестезиологии и реанимации, куда дети порой попадают в коме. Ежегодно к нам поступает более 300 тяжелых детей в отделение реанимации. И приобретение многофункциональных кроватей поможет нам для ускорения лечения, избежать некоторых осложнений. Эти кровати, они необычные, они имеют многофункциональные режимы, которые могут легче переносить больным, тяжелым больным, которым необходимы различные движения. Такие кровати, конечно, необходимы. Маленькие пациенты стали не только зрителями, но и участниками концерта. Ребята станцевали, рассказали стихи. А в конце каждый получил подарок для творчества с пожеланиями скорейшего выздоровления. У меня сахарный диабет и острый геморрид. Классный праздник. И подарки подарили, тоже классно. Это настоящие люди озвучивали это «Спокойной ночи». Значит, надо было у них автограф попросить. Мне понравилось, как куша там все смешно делала. Я был рад увидеть «Спокойной ночи» малыши. Мне понравился этот праздник. Я рада была увидеть героев и актеров. Я когда лежал, я не ожидала этого. Организаторов благотворительной акции и, конечно же, героев «Спокойной ночи» малыши ждут все детские больницы страны. Степашка с Хрюшей пообещали вернуться в Сочи через год. За это время медикам необходимо определиться с очередным, необходимым для лечения сочинских ребят, медицинским оборудованием. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. Спасибо всем за внимание. Сборная России по триатлону сделала шаг в пропасть. Точнее, совершила прыжок с банджи в скайпарке. Участники сборной России по велоспорту приехали в Сочи на тренировки перед чемпионатом России, который пройдет в конце мая в Ижевске и Кубка мира. Спортсмены-колясочники также готовятся к сезону триатлона, где будут выступать в соревнованиях «Айронмен». Все без исключения побороли свои страхи и испытали на себе свободное падение. И в очередной раз доказали, что эти люди с неограниченными возможностями. И в завершение информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и удачных вам выходных.